Слышишь? Работает, работает Пошли, пошли, пошли Тихо, тихо, тихо Сейчас всех спалим Вот ты у меня гейниша Просто самая настоящая Это же идеальная сигнализация получается Давай сюда за мной Так, они думали, что мы, наверное, ничего не услышим Костя вообще уже сдох у нас на кухне Как человек может на кухне сдохнуть? Я не понимаю, иди сюда Так, тихо, тихо, тихо Не пальцы, не пальцы Едрить, гладить Это что, вечеринка Посередине ночи, что ли, у нас на кухне Они все мои тортики сожрали только что Тихо, тихо, тихо Сейчас разберемся, раз Два Три А ну, собаки, паписячные Вы что, здесь забыли, что ли? Вообще совсем офигели? Ну-ка, вышли все! Сигнализация, сигнализация работает Вы что думали, что просто так сможете покрадываться к нам на кухню И потом умирать, как Костя это сделал? А ну, свалились все быстро отсюда Вы вообще что здесь забыли? Совсем что ли страх потеряли? Мы же на втором этаже спим Мы же вообще-то никуда-то не ушли Мы здесь, ага Совсем твои наркоманы, Петровичи, офигели! А вот сигнализация, на самом деле, хорошая От этого за эту разработку мне премию дать надо Ну вот, я говорю, просто идеальная разработка Которая будет защищать нас от вот таких вот, как вы А ну, быстро в отель все поди Я вас что, просто так вам отель, что ли, строил? Костя, в отель давай быстро! Ой Спасибо! Это случайно, Кать, спускайся сюда давай! И чтобы обратно сюда не возвращались даже! Совсем жарфики! Да что ты будешь делать? Да я что, я... Я что, видовать то, что я тебя с одной стрелой, что ли, убиваю? Спускайся давай сюда! Все, это последний раз был! Ну, если ему удобно, что мы ему мешать-то будем, получается, а? Как на него запрыгнуть, да? Я хочу прямо его на спинку Вот и что ты сделал с полком-то бедным? Он же сейчас кокнется! А что я сделала? Что происходит? Ты что кокнешь? Что ты кокнулся? А что он кокнулся? Хороший вопрос, что он кокнулся Ладно, давай, иди сюда за мной У нас с тобой, Катюха, грандиозные дела на эту серию! Мы же построили примерно процентов 15 всей статуи! Еще надо офигеть, как много построить! А это что у нас там такое? Где? Где-где, покажи мне! Подожди, возьми вот эту позорную трубу и посматр... А-а-а-а-а! Ты видишь это? Сгнила статуя! Чё делать-то теперь? Мозг у тебя сгнил! Это не статуя сгнил! Это она... Она же окисляется! Посмотри, это первая стадия окисления! Три блока уже окислили! Кислились, скились! А-а-а! Тьфу, ты постоянно забываешь, что у этих блоков изменения такие происходят странные! Пойдём поближе уже посмотрим. Давай, 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 давай. Только у нас с тобой одна проблема есть, Катюха. Точнее, даже много проблем. У нас-то меди совершенно нет. Как мы сейчас строить это всё будем? Блин, точняк. Слушай, а чего эти наркоманы, Петрович, сейчас-то не поди, отдыхают? Коктейли пьют банановские вот эти, да? Так может, мы их запряжём немножечко, а? Чё запряжём? Куда запряжём? За что? Ну смотри, например, сделаем им такое соревнование. А кто больше меди откопает, тому какой-нибудь подарок сделает, чтобы у них мотивация была, а? Рабочая бесплатная сила. Но, кстати, да! Вот я говорю, зачем мы им построили этот отель? Чтобы они нам помогали, когда играют на сервере. А ты посмотри, что они там делают. Я в позорную трубу вижу уже, развлекаются они там. А мы работаем. Они там жопы свои мочат в этом бассейне, а мы должны сейчас за... Вот, смотри, смотри, Костичка вот эти на стойке банана притащил. Эээ, ну конечно, чем же ему ещё заниматься в этом отеле? Так, давай тогда сделаем так, как ты предложила. Потому что нам блоков меди здесь ещё офигеть, как много надо. Крылья на жопу напялила, фейерверки в зубы взяла и полетела туда. Давай быстро. Давай-давай, быстрее, чтобы они уже чем-нибудь занялись полезным. Главное не кокнуться! И бомбочка в бассейн! Ну почти бомбочка. Ну чё, лентяи-тунеядцы, весело вам тут, да? Развлекаетесь, наверное, хорошо вам, водичка тёплая, да? Ну, как я вижу, очень тёплая. Ага, самогон банана, спрыгучесть 2. Да не, Костя, я сегодня как бы, на, забери обратно. У нас сегодня важные дела, самогон банана пить мы не будем. Давайте, все на выход, на, на выход, успокойте Костю. Давайте, все, все вот сюда. Если вы у нас живёте в этом отеле, вы хотя бы, ну, как-то работать-то должны. Костя, вот этот свежевыжатый сок мне сделай, давай быстренько. И все остальные рассадились вокруг нас. Давайте, давайте, все встали и внимательно вникайте. Катя сейчас вам что-то скажет. Давай, Катюха. А чё, я-то даже... Правила расскажи. Нет, ты расскажи, ты придумала это. Давай правила рассказываем все. А, значит так. У нас в городе объявляется небольшой конкурс. На самого лучшего меднодобытчика, меддового, медного, медного магната. Вот. Правила нашего конкурса таковы. Сейчас вы все отправляетесь в шахту и добываете нам медь. Тот, кто больше меди добудет, тот получит от нас какой-то очень офигенный подарок. Всё ясно. А какой подарок мы пока ещё не придумали, но вы знаете, где у нас находятся кирки. Быстро побежали в склад, взяли по одной кирке и в шахты. Давайте, давайте, давайте. Чтобы до конца серии у нас 300 вот этих стаков в меди было. Или даже 400. Ага, лучше 500. Ну ты это уже не наглей. А вот мы, пока наркоманов Петровичей здесь нет, надеюсь, Костичка против не будет. Где у него здесь заначка? Ага. Самогон банана тебе на скорость 2, медлительность 6 или напрягучесть 2? Давай на медлительность. Я сегодня хочу побыть ленивой. Ну тогда тебе на медлительность, а мне на скорость и тогда потом ещё жахтну напрягучесть. Давай. За статую свободы. За статую свободы. Ооо, хорошо пошла. Ну и заберём у Константина половину выручки вот это из бара. Как бы аренду плат уже надо брать? Надо. Забирай 12 изумрудов и валим отсюда в нашу баньку. Пошли. Это не я. Ну как бы, я знал то, что баня опасная вещь, но чтобы настолько, я не ожидал. Так, ладно, всё, попарились, давай выходи на улицу. Эх, ушастый, я хотела с тобой познакомиться и в семью забрать. Так, чё это у нас тут такое? Вернулись дети мои, да, блудные? А в эти сундуки вы походу добычу, да, свою сложили? Ну, Катюха, давай посмотрим, кто из них здесь победитель. Ты на кого ставки делаешь? Так, а где мой любимчик? Он здесь, Андре? Андре, я не вижу, Андре, руку подними. Вот Андре, вот Андре. Чё, ты думаешь, что он победил? Ну, ладно. Так, мне кажется, да. Ну, давай посмотрим. Так. А где медь, Андре? Не понял, Андре, я на тебя все ставки поставила. Так. А чё, никто медь, что ли, не нашёл? У Амочки. 12 штук, у Амочки. Так, дальше у нас вот это кофеманка. У кофеманки 50, ну 50, но это уже хорошо. Вот он. Нифига. Два стака и 16 меди. Так, у Ксюхи у нас... Японский пердак, я даже не... Четыре с половиной стака меди. Ну, это уже прям явная заявочка на победу. Костичка, на тебя все надежды. Давай, сдрючь вот эту Ксюху. И у Кости... Ну... Два стака. Зато он алмаз единственный, кто нашёл. Молодец, Константин, молодец. Так, а мы не просили алмазы искать. А, ну тогда алмазы себе заберу. Костя, мы не просили алмазы искать. Зачем ты алмазы нашёл? Так, Ксюха у нас тогда победитель получается. Это получается, да. Какой подарок-то мы не подготовили. Подарок... Ксюха, иди сюда, подарок. Держи. Я... Иди, подойди сюда, подойди сюда. Лично из своего склада, из своих запасов... Держи. Семь алмазов тебе. Вот и подарок. Видишь, какой ты молодец, Костя. Я сам подарок сделал. Так, всё, а-а-а-а. Не деритесь, не деритесь. Так, а вот сейчас бедную руду всё забираем. Идём на наш склад. Как? Забирай руду, забирай руду, потому что у меня уже места нет. Идём на склад и всё это пережариваем. Топаем сюда и пердохаем всё в нашу плавильную печь. Запердохаем сюда ещё в обычную печь. И в другую обычную печь. Только здесь угля уже нет. Ладно, вот так тогда будет. Ну, ждём, пока всё пережарится, потом ещё пару стаков закинем. Вот нафига ты снял ту плавильную нашу станцию? А там столько много печек было, столько много этих пережаривальщиковских штук было. Вот можно было туда засунуть всё, и у нас бы сразу же всё переплавилось. Его уже должно пошли строить. Ну, кстати, да, полезная разработка была. Ну, тогда давай сделаем так, чтобы мы каждый раз по одному году не ждали, когда вся эта руда пережарится. После статуи свободы мы с тобой построим плавильную станцию. И будем там пережаривать всю нашу руду и всю нашу еду. А вот это верное решение, но она бы нам сейчас прям понадобилась, а не после статуи. Да и так сойдёт, не переживай. Кстати, я тебе забыл сказать то, что в Майнкрафте поменяли немного крафт медных блоков. Если раньше нужно было крафтить вот так, из девяти слитков, то сейчас только вот так, из четырёх. Значит, мы с тобой намного больше блоков сможем запердохать. Вот, уже 17 штук есть. Забирай. Так, давай. А вот это уже совсем другое дело. Ламинария, которая валялась у нас в сундучках, я ею заправил все эти плавильные печи. Только вот не хватило, потому что ещё немного медной руды осталось. Всю эту руду забираем. И, Катюха, у меня уже, если что, 31 уровень скоро будет. Уже 32 даже. Я сейчас рядом с тобой стою и тоже опыт получаю. Да? Ну вот, неплохо. Так, тогда все эти медные слитки берём вот так, вот так, ещё один стак, ещё один стак. И в итоге у нас, я даже не знаю, сколько у нас стаков, но мне кажется, даже вот этого всего нам с тобой не хватит, чтобы достроить всю статую свободы. Держи. Три стака, а мне будет тогда три с половиной. Ну, всё, берём и топаем. Погоди, погоди, а сегодня же у нас в гостях не все наркоманы, Петровичи, да? И? Ну, смотри, в следующий раз зайдут другие, и мы им такой же конкурс устроим. У нас ещё будет больше меди, а? Кто-то из них тоже найдёт семь алмазов, как Костичка, и потом мы победителю вручим такой вот приз, да? Рабочая, кстати, схема, а чё нет? Бизнес, бизнес. И полетели дальше строить нашу статую. Как ты думаешь, мы сегодня закончим её прям уже полностью или нет? Ты думаешь, что если мы в прошлой серии с тобой построили вот эту вот пипипульку, то за сегодня мы успеем её до конца застроить? Нет, конечно. Всё, вот это, выпрыгивай отсюда. Ага, и прыжок. Оп. Надо же, даже не грохнулось. Я тогда строю руки, ты строю голову, я построю потом факел, а ты построишь книгу. Так, а давай ты построишь всё, а я тебе просто помогу, хорошо? Ну, или так тоже сойдёт. Ладно, давай. Ну... Можно ей немножко корону поправить, а то она как коза какая-то выглядит. А так, в принципе, нормально. Не, в принципе, тоже нормально. Мне кажется, немножко надо книгу поправить, а то там немножко вылезло как-то вниз. А так в целом хорошо. Ну, факел ещё надо будет немножко доработать, чтобы там огонь оттуда, знаешь, как будто шёл. А так, в принципе, сойдёт, да. Да, вот ноги можно ещё поправить, а то как будто она без ног. Вот их добавить, и тогда будет отлично, да? А вот лицо, лицо оставим. Вот лицо прям у неё красивое получилось. Да, не помешала бы какая-то пластическая операция, но, в принципе, лицо красивое, да. Как будто её вот этот трактор переехал, а так, да. Нет, лицо, наверное, надо прям точно исправить полностью, ага. А так, в принципе, если не учитывать вот эти все косяки, так красиво, красиво, да. О, вот ещё подсветку можно сделать, а то её ночью даже видно не будет. Да, да. Ну и то, что она рыжая, это пока что временно. Всё потом окислится, и всё потом будет красиво выглядеть. Да, наркоманы Петровичи, всё там красиво или нет? Вот, конечно, да. Но только у нас проблема с вами ещё одна небольшая. У меня осталось 44 меди, а у тебя, Катя, вообще, походу меди... Горю, а у тебя в меди вообще уже почти нет, да? Не, у меня ещё чуть-чуть осталось, буквально пару блоков. Ага. Так, расступить. Да, давай, по сторонам, по сторонам. Все порасходились, порасходились. Что-то встали здесь, пройти вообще невозможно. Так, Катюха, запинтюхивайся в лодку, где лодка, и вези меня к статуе давай быстро. Проблема, смотри-то, какая. Статуя, ну, вроде готова спереди, но она какая-то плоская у нас получается. Ну, это же можно очень быстро исправить, это же несложно. Ну, да, как бы, несложно. Всего лишь надо ещё примерно стаков 40 медных блоков, да. И тогда мы всё прямо это исправим, всё хорошо. Кто найдёт больше всех медных блоков, тот получит месячный абонемент на бесплатные вот эти коктейли в баре у Константина, а? Отличная идея, да, да, Костечка, да. Да, да, Костечка, бесплатные коктейли. Костя, даже не спорь. А Костя ещё и 20 алмазов вам даст. Костя говорит, да не только бесплатные коктейли, он ещё и 20 алмазов вам даст. Всё, давай так. Вот это щедрость. Вот это щедрость. Молодец, Костя, молодец. Хороший человек, Костя, очень хороший. Всё, побежали все, давай за вот этими за медными блоками. Одна нога тут, другая нога там, ага. Так, главное нормально приземлиться и не коктаться. У меня хрупкие блоки. Сейчас, ой, 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 сейчас. И лови меня, лови. Давай, давай, так, так, так. Ну на подмостках тогда сюда заберись, если ты залететь-то не можешь. Костя, давай, нам ещё с тобой факел надо построить, чтобы ночью всё хорошо светилось. Быстрее. Так вот я как раз для факела и несу всё. Я тут. Так, как мне до тебя попасть-то, а? Попробуй перепрыгнуть. Ну смотри, если я коктуюсь, это на твоей вине. Ну ты наверх-то хотя бы сначала заберись, а потом уже перепрыгивай, Кать. Ну тебя, мы походу этот факел в следующей жизни, да, достроим. Сейчас, подожди, у меня всё получится, ещё одна попытка. Господи. Прыгаю, лови, 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 и... Наконец-то, всё. Давай, выбрасывай, я тебя уже здесь заждался быстро. Все вот эти стёкла, которые я у тебя просил. Так, держи, красное, оранжевое, жёлтое, белое. Так, всё, забирай. Так ты выбросила и сама же их подняла. Так быстрее надо забирать, потому что... Всё, давай, сразу строим, быстренько. Здесь у нас будет такой факел красивый, жёлто-оранжево-красно-белый, который будет прям пылать посередине ночи. И будет настоящая красота. И всех криперов будет отпугивать. Тоже верно, тоже верно. А ты мне там снизу хотя бы помогай немного, ага? Чтобы я это ещё два часа не строил. Я тебя буду морально поддерживать. Давай, ты сможешь. Я так ненавижу что-то на высоте строить! Ты себе даже не представляешь это! Нужно в крылышках работать, чтобы сразу уметь это самое... На весу держаться. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok